Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Крылов, и вы знаете меня как ведущего проекта «Первые видеоавторынок». Но сегодня я хочу рассказать вам кое-что из личного опыта, а именно опыта покупки автомобиля. Не так давно я стал обладателем вот этого Subaru Levork 2014 года выпуска. Автомобиль с мотором 1,6 литра с турбиной на 170 лошадей и пробегом до 120 тысяч километров по Японии. Возможно, тем из вас, кто сейчас стоит перед выбором, какой автомобиль покупать, мой личный опыт что-то подскажет. И первый вопрос, который мне приходилось слышать от коллег и знакомых, почему именно эта модель как-то остановился на Levork вообще, и почему Subaru? И ответ здесь, пожалуй, будет простой. Будучи человеком, который последние 7 лет неразрывно связан с автомобилями и через чьи руки проходит огромное количество разного рода бэушек, право- и леворульных, я сделал свой выбор, основываясь банально на симпатиях. Мне просто понравился дизайн этого автомобиля. Дополнительно мой выбор подкрепил личный опыт моего коллеги, ну и в целом статистика по этим автомобилям. Это если оставить в сторону типично практичные соображения из серии, что машина имеет кузов-универсал, большой багажник и полный привод, что в нашем регионе, в Сибири, отнюдь не лишний. Если многие из моих коллег, кто опять же сделал выбор в сторону правого руля и обновил автомобили, не так давно заказывали машины под заказ и после нескольких месяцев ожидания получали их, но происходило все это дело еще зимой прошлого года, то вот у меня думать и размышлять времени уже практически не было. Поэтому пришлось сделать выбор, как говорится, не отвлекаясь от рабочего процесса. Соответственно и искомый экземпляр обнаружился, как говорится, под боком. Конечно, огромным плюсом здесь было то, что не пришлось никуда возить автомобиль, никакие сторонние диагностики не понадобились. Благо все необходимое оборудование и возможности для полного осмотра автомобиля у нас есть. С оформлением никаких проблем не возникло, все прошло очень быстро, как, кстати говоря, и с постановкой автомобиля на учет. По большому счету получить номера заняло полтора часа времени и две с половиной тысячи рублей госпошлина. Что хочется сказать далее. При покупке автомобиля без пробега по России, который только что приехал из Японии, многие думают, что не придется нести дополнительные затраты. Это не совсем верно. Правда, вот сумма этих затрат зачастую будет прогнозируема и в целом приемлема. В частности, в моем автомобиле пришлось поменять масло в двигателе и в переднем заднем редукторе. Суммарный чек за замену тех жидкостей вместе с работой и, собственно, расходными материалами потянул на почти 11 тысяч рублей, что на самом деле в нынешних реалиях отнюдь немного. Это, скажем так, первоначальное ТО. Плюсом я посчитал, что будет целесообразно дооснастить автомобиль еще и сигнализацией с функцией автозапуска и турботаймером. Это еще 20 тысяч рублей. Итого уже практически 34 тысячи. Ну и процедура, которой можно было, в принципе, не делать, прокачка стоек. Leorg, в принципе, автомобиль достаточно жесткий, чья подвеска по идеологии все же спортивная, а не комфортная. Но в моем случае меня не совсем устроила работа амортизаторов. Соответственно, прокачка этот вопрос исправила. Цена вопроса вместе с развалсхождением 8600. Итого, на данный момент общий чек вложений в автомобиль, помимо его стоимости, это порядка 40 тысяч рублей. Что, с одной стороны, немало, а с другой не так уж и много. С учетом того, что пока это все обозримые вложения в машину на ближайшие полгода минимум. Ну а теперь некоторая информация, которая может быть полезна тем из вас, кто тоже задумался о покупке Leorg. И пока размышляет, стоит или не стоит. Можно сказать, что это своего рода развенчание, либо наоборот, подтверждение сложившихся мифов про данный автомобиль. На эту машину очень много обзоров на ютубе, в том числе от многих именитых обзорщиков. И в большинстве своем отзывы на самом деле крайне положительные. Но это именно тот случай, когда каждый из вас, перед тем, как решиться на покупку, должен проехаться на этом автомобиле лично. Причем не 10 минут, а покататься хотя бы несколько часов по реальному городу и по реальным дорогам. Дорожные условия у каждого из вас, из нас будут различны. Даже живя в одном городе, мы часто ездим по разным районам, по дорогам абсолютно разного качества. И если кто-то будет искренне недоумевать, где же вы нашли неровности и колдобины, то для другого человека поездка на работу постоянно проходит в условиях практически бездорожья. С поправкой на опыт эксплуатации предыдущих автомобилей, впечатление от подвески Subaru Leorg у каждого может сложиться очень даже индивидуальное. Поэтому, если говорить про тезис о жесткой подвеске, да, это правда. Причем неважно, идет речь о гражданских амортизаторах Каяба, либо о желтых бельштайнах, тем более на тюнингах розовых пружинах. Ну а поскольку это все же Subaru, то возможности для доработки подвески под индивидуальные потребности по этим автомобилям на самом деле предостаточно как в сторону увеличения клиренса, так и в сторону увеличения энергоемкости самой подвески, при этом с сохранением жесткости и низкого дорожного просвета, читая устойчивости. В каком направлении двигаться из этих двух, я лично пока для себя еще не решил, пока в раздумьях, но одно можно сказать точно. Доработки, которые будут происходить с этой машиной, скорее всего, обязательно найдут отражение на нашем видеоканале. Далее, что касается расхода топлива. Если вы ездите в основном по городу со светофорами, не очень много стоите в пробках и не имеете привычку подолгу прогревать двигатель, Леворк с мотором 1.6, скорее всего, в летнее время будет расходовать у вас что-то в районе 11-12 литров на сотню. Но если ваши пробеги очень короткие, например, вы завели автомобиль, погрели его 10-15 минут, проехали пару-тройку километров и заглушили, и то же самое повторили вечером, Готовьтесь к тому, что реальный расход этого автомобиля будет где-то в районе 15,5-16 литров на 100. Объем топливного бака здесь, кстати, 60 литров, и этого вполне достаточно, чтобы не обивать пороги заправочных станций слишком часто. Что касается трассового расхода, когда вы особо не топите, а идете на круизе 100-110, вы вполне можете уложиться в отметку 7 литров, даже чуть меньше. Ну а в том, что касается, каким бензином машину заправлять, все же это 98-й, даже для относительно нефорсированного мотора 1.6, 95-й это скорее вынужденная мера, чем рекомендация. Тем, кто опасается покупать Леворк соображение низкого дорожного просвета, можно сказать следующее. За месяц езды по городу Новосибирску я нигде еще не зацепился ни бамперами, ни обвесом и так далее. Да, при парковке по ребрикам приходится осторожничать, не без этого, но в большинстве своем для преодоления препятствий на дороге этого дорожного просвета хватает. Заметьте, речь сейчас идет про заводские Каябы, а не про версию на бельштайнах и розовых заниженных пружинах. Доволен ли я сделанным выбором в пользу праворульного спортивного универсала? Да, на самом деле очень. Машина нравится, машина радует, никаких сюрпризов она не преподносит. Кстати, уровень масла в реале, в отличие от большинства анекдотов про автомобили Subaru, стоит на месте. Общие впечатления от автомобиля восторжены. Да, здесь могла быть лучше шумоизоляция, да, где-то в каких-то моментах подвеска кажется жестковатой, но оправданно жестковатой. Но в целом мне очень нравится тот факт, что выходя из своей машины, я как минимум раз на нее обернусь. Подобный сгусток положительных эмоций у меня когда-то вызывала моя первая машина Toyota Chaser в сотом кузове на 2,5 атмосферном GZ в модификации Tourer S. Ну и в завершении, перед тем, как попрощаться, хотелось бы упомянуть про один момент, который будет полезен тем, кто покупает LeVor, да и вообще в принципе любой Subaru из современной линейки. Связана она с мелкой неисправностью. Через пару дней после покупки, когда на улице наступила крайне жаркая погода, я обратил внимание на странную работу системы кондиционирования. Компрессор то и дело выключался на прогретую и, несмотря на светящийся светодиод ACON, никакой прохлады из дефлекторов не было. Проблема была в муфте кондиционера. Она просто останавливалась и возвращалась к работе очень ненадолго после того, как слегка постучишь по ней чем-то тяжелым, например, ключом-трещоткой. Очень много информации, которую удавалось найти по этой проблеме в интернете, сводилось к замене либо датчиков давления хладагента, либо к замене вообще всего компрессора кондиционера целиком, что, кстати, довольно небюджетно. Но в одном из борт-журналов на одном крайне полезном, не побоюсь этого слова, ресурсе удалось найти опыт коллеги Суборовода. И в итоге проблема была решена без денежных затрат и буквально за 5 минут времени. Все свелось к откручиванию одного болта на 10, снятию крышки муфты кондиционера и удалению одной из прокладочных шайб, регулирующих зазор. После чего работа кондиционера пришла к абсолютной норме. К чему это все было проговорено? Да, наверное, к тому, чтобы сказать каждому из вас, наших подписчиков, если вам нравится какой-то автомобиль и вы в целом собрали по нему информацию, вы понимаете, что вы сможете потянуть эту машину, почему бы и нет. Решайтесь и берите то, что по душе. Ведь помимо чисто рационального подхода к покупке автомобиля, есть еще и эмоции. А эмоции это, пожалуй, самая важная часть нашей жизни. Также хотелось бы сказать спасибо вам всем за то, что вы нас смотрите, за то, что вы комментируете, за то, что вы ставите лайки и позволяете нам работать дальше. Над тем, чтобы как можно меньше моделей осталось неохваченными в наших обзорах и над тем, чтобы у людей, которые задумывались о покупке автомобиля, было побольше информации, чтобы сделать верный выбор. Оставайтесь с нами, впереди на канале еще много интересного. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok